Работы в парке Дендрария, что в центре северной части города, начались ранней весной. Свалки и обрезки деревьев. А сегодня убрать плашлагоднюю листву и мусор пришли активисты северского трубного завода. Кирилл Коновалов еще несколько месяцев назад, когда слышал слово «субботник», четко знал, что участвовать не будет. Но сегодня он изменил свое мнение. Молодой человек вместе со своими коллегами активно прибирает центр северной части города и считает эту акцию важной и необходимой. Пока работаешь, есть время подумать, во-первых, во-вторых, кто-то же должен был огораживать территорию и заниматься этим. Я считаю, что человек должен хотя бы делать добрые поступки в пределах видимости. То есть видит и делает. Прибирать в парке Дендрарии для молодежи северского трубного завода становится уже традицией. В этом году участники экологического субботника – это активисты из разных цехов градообразующего предприятия. Среди них Елена Торхова. Она одна из тех, кто придерживается мнения, а кто, если не мы, будем прибирать родной город. Ее мечта, чтобы в городском парке Дендрарии было не только чисто, но и появились урны, скамейки и заработал фонтан. Мы привыкшие, мы воспетаны на этом поколении, что мы всегда убираем в принципе. Нам это нравится. О восстановлении фонтана пока речи нет. А вот, что в этом году в парке Дендрарии будут восстановлены цветники, отремонтированы скамейки и организован музей мрамора под открытым небом, в администрации города уже решено. А значит, сегодняшний субботник – это только начало восстановления парка в центре северной части Полевского. Место парка Дендрарии выбрано давно. Мы занимаемся им уже несколько лет, методично, постоянно. И надеюсь, что когда-нибудь здесь будет большой парк по подобию нашего парка культуры и отдыха. Будет место, где отдыхать детям, взрослым, и все у нас будет красиво. Наша общая цель, продолжает Сергей Вайтс, навести санитарный порядок на всей территории города. Мы должны понимать, что все затраченные весной усилия по наведению чистоты летом обернутся красивыми, ухоженными улицами, облагороженными аллеями и парками. А этого мы можем добиться только все вместе и только сообща. Ксения Балденкова, Павел Пырлик. Новости нашего города.